ПСВД, но здесь уже есть реальный пароль, по которому он так же и отрабатывается. Ну и кроме того, веяние современности это Password Aging, то есть то, какие должны быть пароли. Какой должен быть длины, когда он должен истечь, когда его надо поменять и так далее. Там шесть параметров, не буду про них рассказывать, неважно. Сами захотите, если вам понадобится, вдруг вы почитаете про это. Но вот эти вот параметры, они вот ровно вот здесь вот и находятся. Шесть штутик, шесть полей, о чем, собственно говоря, вот в этой вот презентации тоже вам сказано, что шесть пароль, шесть полей для того, чтобы определять Password Aging. Значит, команды, которые используются для управления пользователями. А, извините, группы. Группы. Группы находятся в файле etc.group. etc.group. Значит, тут тоже формат, он очень простой. Значит, сначала идет имя группы. Дальше, зарезервированное поле, ну, которое когда-то предназначалось для группового пароля, но никогда не было реализовано, даже в древности. Вот, дальше идет гуид, идентификатор группы. И дальше через запятую его член этой группы. Теперь я еще хочу парочку отвлечений сказать, про которые там тоже вполне возможно когда-нибудь, может быть, кто-нибудь вам спросит, потому что, может быть, вы сами, вам самим будет необходимо это посмотреть в эту сторону. Значит, на самом деле, как я люблю говорить, на самом деле все совсем не так. Потому что, на самом деле, вы понимаете, вы понимаете, что это всего лишь один из способов аутентификации, авторизации аккаунтинга пользователя. Потому что в Unix'ах современных и не очень современных, это очень давнишняя история, в Linux'ах реализована так называемая система PAM. PAM, да? Plagable Authentification Model, то есть, система, которая позволяет подключать свои библиотеки для различных авторизаций. Этих библиотеков, библиотек тьма тьма тьмущая, они есть для, там, сходить в базу данных за паролями. У меня, кстати, в начале, как бы, интернетных времен, меня позвал какой-то провайдер. Вы, давай быстренько сделаем. Ну, чувак, деньги были. Я говорю, давай быстренько провайдеры сделаем. Ну, давай. Ну, вот, девочка. Давай сделаем. Купили там модемов шесть штук. Взяли выделенную линию, четырёхпроводной XD-свей. Поставили FreeBSD-шний сервер и ставили провайдеры. Карточки выпустили, начали продавать. По телефону нам звонили, интернету. Ну, и надо почту давать. Потом у нас была услуга антивирус, мы продавали. Кто-то из новоявленных, там, антивирусников. Не знаю, может, даже Касперский. Вот, и вот эти пользователи безумные. Это же надо считать, сколько времени там прошло. Сколько времени они израсходовали. Когда им можно. Там были ночные карточки, были вечерние карточки. Там ещё какие-то. Вот, когда-то бесплатно было. И всё вот это вот довольно сложная система. А всё было довольно просто. Просто в базу данных было всё это погружено. И маленький PAM-модуль, который, по-моему, назывался PAM MySQL. Он, по-моему, до сих пор есть. Который просто это всё вынимал из базы данных простым-простым селектом. И сразу было понятно, да или нет. То есть, вот, вплоть до таких вещей. Есть PAM LDAP. Вот, проще, если вы хотите что-то аутентифицировать на LDAP. То, вот, если SSSD, о чём я сказал, демон, да? Это там, керберсовские тикеты, это по полной программе там. А если вы просто хотите аутентифицировать, сказать да или нет, да, вот, логин или не логин, то можно просто использовать PAM LDAP модуль. Вот, библиотеку, которая сходит к вам просто к LDAP по сети, выполнит там поиск и да, есть, нет, спросит пароль. Подробно, опять-таки, не буду, всё это управляется в ETCPAM. Вот есть PAM.conf, а есть PAM.d каталог. Не кат, а CD, конечно. Вот, и здесь у нас для разных сервисов есть. И вот если мы хотим, например, вот, SSHD, давайте посмотрим, как это там устроено. SSHD. Вот, то первым делом мы видим include, common aus, да, common aus. Сейчас мы туда заглянем. Но плюс, например, обязательно требуется библиотека PAM.no.login. Да, это тоже добавочная библиотека для, в данном случае, аккаунтинга, да, но на авторизации она тоже наверняка присутствует. Это библиотека, которая смотрит на наличие файла var.run.no.login и при попытке логина выводит его содержимое и выкидывает из системы. Ну, например, такая простая штука. Очень удобно для мейнтенненса, да, систем. Когда пускает только рута, а всем остальным аккаунт дает. Очень удобно. Вот, ну давайте посмотрим. На самом деле самое интересное это вот этот вот файл common aus. Ну вот. И здесь первым делом у нас аутентификация. Если успешно, то залогинить. И вот здесь библиотека, которая подключена. И здесь может быть какие-то дополнительные. Ну, в основном здесь подключена PAM Unix. Хотите запретить PAM Unix? Убираете отсюда. И все. У вас это не работает, система. Это как бы как это устроено на самом деле. Там у нее в душе. Вот. Теперь я дополнительно хочу... Я дополнительно хочу рассказать о... Может быть у меня где-то есть это в презентациях. Ну, давайте попробуем поискать. Наверное, это у меня есть. И я специально эту страничку, наверное, все-таки вам достану. Так. Где мой правильный каталожик? Дану. Не могу найти. Сейчас. Так. Здесь мы поищем... Ой. Дану. Давайте я вот так вот сейчас сделаю. Он у меня в документах, оказывается, лежит. Окей. Документ. И здесь я отсортирую по имени. И сразу станет все понятно. Так. И здесь я попробую найти вот так вот. Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э. В этой директории и нету. Да? Ну, это будет так рассказать. Смотрите. Под рутоин работать плохо. Почему работать под рутоин? Да? Для того, чтобы не сделать грустности, для того, чтобы не ошибиться. Часто там какие-то вещи, например, вы думаете, что вы сидите на своей машине, и, например, вы зашли на какую-то виртуалку. И говорите, ну виртуалку я сейчас снесу, каталог какой-либо и сносите. А где-то по дороге у вас, например, отвалилась коннект с виртуалкой, вы сносите каталог на машине. То есть, если вы ROOP, то бачили взять, вы его сносите. Ну и множество таких вещей. В общем, почему во избежание ошибок? Дальше возникает вопрос. А вот нам вам надо что-то поделать, как ROOP. Вам нужно каким-то образом сделать элевацию полномочий, то есть стать ROOP. То же самое, что вы в Windows делаете, когда нажимаете правой кнопкой и говорите Run as administrator. Смотрите, как это было устроено всегда. Вот у меня, я сейчас пользователь MIA, вот ID, пользователь MIA. Для того, чтобы воспользоваться первым способом элевации полномочий, я должен сделать две вещи. Ну, давайте я стану сейчас ROOP. И отредактирую файл etc.group. И вот сюда, вот в группу ROOP я добавлю пользователя MIA. Того пользователя, от которого я работаю. Я, на всякий случай, сюда же добавлю еще пользователей Student. Вот. Ну, который я для вас сделал. Нет. Нет. Через запятую. Вот здесь, через запятую. Так И второе, что я должен сделать Я должен иметь пароль рута Должен иметь пароль рута Я сделаю пароль рута Вот И тогда, что я могу сделать Я могу из-под своего мира Сказать SU От супер юз Он меня спрашивает пароль При этом здесь он спрашивает у меня Пароль рута Я набираю только что сделанный пароль рута И чудо, я становлюсь рутом Это Старый классический способ Колибирования полномочий Взять Взять И стать рутом на время Обратите внимание, что здесь сразу Повторяются черно-белые Вот это целая приблуда Так, остальные шелки все черно-белые Ленинкс, кстати, очень тормозит Цвета Они сильно тормозят А мне довольно часто приходится работать на всяких микропроцессорах Начиная от Raspberry Pi и хуже Даже альтензированные Сладенькая машинка И вот там шелл Заметно тормозит Раскрашивание Когда все это Выкидываешь Все это раскрашивание Ну, в принципе, более-менее нормально Но это не важно Вы становитесь рутом И вот этот способ Он классический И чем он хорош Тем, что Для того, чтобы Вам сюда войти Вам надо знать пароль рута Захотел администратор у Вас отобрать такую возможность Вы менял пароль рута И все стало хорошо И я на самом деле Вот если Вы будете какие-то большие Понятно, что когда Вы администрируете какие-то сервера Которые рождаются и умирают А сейчас большинство таких То этого не надо А если Вы будете администрируете что-то большое Серьезное Что-то крутится серьезное То я Вам настоятельно рекомендую использовать Именно этот метод элевации При помощи SU По умолчанию SU На самом деле SU Хорошая утерида Потому что он писал Не только рутомство Но и любым другим пользователям Ну вот посмотрите Как будет из-под такого пользователя Как из-под такого Вот Дальше Второй И это правильный способ влеваться Второй способ влеваться Сейчас модный И чуть ли И очень многие считают Что единственный Это способ Который называется SUDA Вот И даже в большинстве документации Вы найдете В Ваших Этих Прописях Да В пример Наберите команду SUDA И дальше Поехали Команду SUDA И дальше Поехали который там постится, Apache – это веб-сервер, MySQL – это база данных, и PHP – это язык для программирования. Все это веб-сервер. И все хорошо, администраторы это делали, но программистам, которые разрабатывали сайты на PHP, им требовалось перезагружать Apache, перезагружать веб-сервер. И для того, чтобы они не дергали админа, у нас сделана утилита суда. Потому что прелесть этой утилиты в том, что можно выдать админские права на конкретную облику, на конкретный выполненный фар. Что можно сказать, вот этому пользователю, или вот этой группе пользователей, можно выполнять конкретно вот этот фар. Но, опять-таки, Linux разрабатывался студентом, побольше, чем. И в Linux'е суда стал основным методом элевации. Он плох. Почему он плох? Потому что для того, чтобы он работал, вам не нужно знать никаких дополнительных паролей. Вам нужно знать ваш собственный пароль. Его просто еще раз спросят. Поэтому, по классике, для себя родимого админа вы используете SU, а суду вы даете пользователям только на конкретные аппликуции, если им это надо. Я сейчас покажу, где управляется СУД. Это делается в файле etc. sudoyers. cd. вот файл etc. sudoyers. И вот здесь вот сказано, что root. all.all группе админ all.all группе suda all.all Вот что здесь сказано конкретно. И плюс еще включена целая директория gtc.sudoyers, в которой в любом из этих файлов gtc.sudoyers может быть какие-то файлики добавлены. Собственно, вот. Почему почему у меня MIA попадает в СУДО? Скорее всего, потому что у меня пользователь MIA включен в одну из вот этих вот перечисленных групп в файле etc.group Вот мы видим, да, что группа СУДО, вот в нее включен пользователь MIA. Вот. То есть, включив в группу ADM А, я не включил ADM, да, то есть у вас из-под студента СУДО не работает. Но работает сейчас SU. Вот. Теперь про редактирование всего и вся. Значит, файл etc.group feel free. Редактируйте, как хотите. Пожалуйста, помните, что только там через запятую. Да, двоеточие с запятой не путают. Да, то есть после последнего запятую, после последнего двоеточия пользователи через запятую. Файл же etc.group редактировать редактировать руками нельзя. Почему? Потому что нужно одновременно редактировать файл etc.shadow вот. И в принципе в большинстве линуксов если вы действительно синхронно отредактируете два файла, то у вас оно заработает. но в других линуксах или там во фрибе SD или в столяр или в чем-то если вы так сделаете в любой систем файл в любой bsd то у вас ничего не заработает. Потому что там пам.unix устроено по-другому. Потому что там она делается не через текстовые файлы, а там специальные Berkeley DB базы данных сделают в которые эти файлы преобразуют и уже по ним осуществляют аутентификацию. В общем запомните что с etc по svd руками не работают. Можно посмотреть поглядеть как это выглядит там что-то но руками в современном мире с ними не работают. Работают при помощи набора команд. Вот. Набора команд. Команды следующие. User add и add user команды которые добавляют пользователя. Чем они отличаются? Одна она полностью полностью как бы командной строки или так? То есть вы в параметрах даете имя пользователя там группу там все что угодно. А вторая команда она интерактивна. То есть она вам спросит имя пользователя спросит там фамилию shell и так далее. И то же самое с mod user и user mod тоже одна команда на строке другая интерактивна. попробуем. add user user 1 добавляем user 1 вот видите add user интерактивная спрашивает пароль например какой-нибудь пароль я скажу что она еще спрашивает полное имя спрашивает это все что она в комментарии запишет коррект коррект да то есть вот такая это был add user а если я скажу user add user 2 она мне просто создаст его и все и выйдет ну там там нет просто man user add и вот ему в эти опции дать в ключиках все что вам надо перечислить а так оно все по умолчанию сделано вот и без пароля пароль потом пароль можно пользователям дать при помощи утилиты pssvd так кстати будьте аккуратны с pssvd у меня привычка опять-таки с древних времен если я пишу pssvd то потом я пишу имя пользователя почему потому почему можно pssvd написать он поменяет пароль текущему пользователю вы элевированный подрута поменяли пароль рту если вы в su то вы поменяли пароль рту поэтому просто для собственной безопасности для уверенности того что ты меняешь пароль кому надо то есть вот я сделал user2 да вот я user add user2 теперь я должен сказать pssvd user2 вот и набрать ему пароль почему потому что если я скажу просто pssvd то я же сейчас root я root и поменяю пароль да вот значит user mode и mode user это модификация пользователя любые параметры group add add group соответственно добавить группу но это можно руками отредактировать group mode соответственно модифицировать группу это две ненужные команды три ненужные команды и последняя user del del или group del соответственно удалить пользователя вот эти вот команды с ними нужно в любом другом unix команда аналогична где-то вот ну то что две команды только в linux предположим в freebsd это будет add user и она интерактивна всегда вот если это поэтому приходится через эти две галочки все диалог отдавать в solaris и по-моему create ну короче нужно посмотреть какая утилита обычно manpas vd и в manpas vd там see also вам все это напишут что там можно посмотреть вот собственно на сегодня я завершаюсь с вами но хочу чтобы вы попрактиковались попрактиковались это завели простого пользователя научили его элевироваться в su научили его элевироваться в su добавив соответствующую группу да видимо не root так а это не тот чат извините вот системные инженеры так homework первое user add user add user и не убегайте я должен вас отметить плюс add user завести пользователей два научить 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 их их su научить их судо ну и собственно все наверное вот так станислав данилович есть нету и михаил игревич тоже нету остальные все на месте так окей ну и мы с вами встречаемся завтра мы эту неделю занимаемся четыре дня окей да значит видео значит с первой с первого занятия у меня видео доступно на ютюбе сейчас давайте посмотрим да сейчас прямо и там будет плейлист да я их заливаю сейчас я вот отправлял по-моему только что на кафедру подписывайтесь там их мало у меня подписаны в основном вот такой вот канал второй день я не знаю что-то у меня неудачное какое-то видео получилось я еще попробую что-то сделать но может быть мы один день второй потеряли сегодня у меня записано поэтому я вам вывод разрешите да да вы подписывайтесь если вас ну как